Приветствую вас. Если я правильно понял вас, то вы с подругами смеялись над чем-то. И мужчина, проходя мимо вас, значит, хрикнул, что... Конечно, можно сказать, что человек к вам неравнодушен. Но, вы знаете, поскольку вам уже сказал это мой коллега, и повторяться я не думаю, что хорошо, то, мне кажется, правильно будет. Правильно и адекватно будет высказать такую позицию, что мужчина просто-напросто немножечко не уверен в себе, и почему-то посчитал, подумал, что когда вы смеялись, то смеялись вы над ним. То есть это вот такая была история, что мужчина просто-напросто решил, что вы смеялись именно над ним. Или говорили что-то про него. Ну, именно вот... Именно конкретно вы говорили про него что-то. И может это, в свою очередь, означать только то, что какие-то вещи человек воспринимает именно на свой счет. То есть вот вы смеетесь, вот вы что-то громко говорите, да, и, соответственно, мужчина правда думает, что дело в нем. И это говорит о... значит, о том, что человек в себе не уверен. Далее. То, что человек смотрел вам в спину, значит, будет означать абсолютно разное в данном контексте, то есть именно вот в том контексте, который озвучил я. Потому что, может быть, это означает, что мужчина, например, действительно вам симпатизирует. А может быть, это означает, что мужчина просто смотрел на вас, ну, например, переживая, переживая, что вы ушли, а он остался, например. Такое, к сожалению, тоже вполне может быть. И я полагаю, что для вас будет лучше посмотреть и такой вариант развития событий, потому что он, такой вариант развития событий, также имеет место быть. Значит, если вы считаете, чувствуете, ну, как-то знаете, что вот с этим мужчиной у вас что-то может быть, или вы чего-то хотите с ним, или может быть что-то еще, вам лучше, конечно, с ним поговорить. Вам лучше, конечно, с ним все как следует обсудить. Потому что вопрос все-таки весьма и весьма важен. Если у мужчины есть симпатия, то при наличии этой же симпатии у вас, имеет смысл как-то вот проявить себя, чтобы мужчина знал, что его чувства взаимны. Например, если же человек просто задело, да, если человек просто задело, например, то, что вы смеялись, то здесь опять же при условии, при условии того, что он, ну, вы вместе работаете, имеет смысл также с ним поговорить и постараться выяснить, чем продиктовано его такое поведение. Ну, что вообще-то, вообще-то, оно, грубо говоря, несколько странно. То есть человек просто идет и говорит что. Согласитесь, это в некоторой степени странно. Что он хотел этим сказать? Зачем он это говорил, да? Именно что? То есть в этом нет никакого, ну, в этом нет никакого смысла. В этом нет никакой логики. Может быть вы что-то не так поняли, может быть вы как-то не так увидели его поведение. Может быть? Может быть. На мой взгляд, ну, такой вариант можно рассматривать. То есть, вот такие могут быть основные варианты. Да, либо симпатия, либо его какая-то социальная неудовлетворенность. И, на мой взгляд, если вы хотите знать точно, то, конечно же, лучше будет, если вы, с одной стороны, сами с ним об этом поговорите, например. То есть, ну, сами обсудите этот момент. Либо, если вам, ну, по какой-то причине не хочется это обсуждать с ним, ну, вы можете не считать, что это такая тема, да, достойная разговора. Если вы думаете так, то тогда можно будет провести анализ именно с психологом и выявить более полную картину его поступка и характера, который сделал этот поступок, возможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! И, на мой взгляд! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok